Разбитые окна, выломанные двери, полуразобранная крыша, горы мусора. В таком виде предстает перед ивановцами некогда жилой дом Витовых. Уникальное для ивановской архитектуры здание в стиле классицизма превратилось в убежище людей без определенного места жительства. А когда-то каменный дом был гордостью этих мест. Зубковы, Витовы или Витовы, как на любой вкус, они были когда-то крепостными графа Шереметьево, выкупились и переселились как раз за реку Уводь и стали там как раз развивать свое производство. И вот там, где сейчас находятся эти усадебные комплексы, это как раз Дмитриевская Слобода. За 180 лет у дома не раз менялись хозяева. Последним полноправным владельцем был фабрикант Александр Витов, но после революции уехал из Иваново. В доме разместили школу, в предпоследний период там была швейно-мистерская военного ведомства, которые ее в конце концов бросили на произвол судьбы и дом, стал убежищем бомжей и наркоманов. Он вызывает сейчас ужас у местных жителей. Судьба наконец сжалилась над этим домом. Появился инвестор, который проведет масштабные реставрационные работы. Департамент культуры уже поступил проект реконструкции. Документ прошел историко-культурную экспертизу. И в 2014 году уже планируется начать восстановление памятника архитектуры. Чтобы вернуть зданию первоначальный вид, потребуется 56 миллионов рублей. Само по себе здание очень качественное по архитектуре. Однако сейчас находится в сложном, скажем так, техническом состоянии. В то же время там сохранились интересные элементы и внешнего фотоосадного декора, и внутреннего убранства, в частности, печи, некоторые потолочные тяги. То есть, в принципе, здание восстановить можно в его былой красоте. Работы здесь будет предостаточно. Немало времени отнимет один только вывоз мусора и вырубка зарослей. Когда мы говорим о комплексной реставрации, это подразумевает благоустройство территории. Кроме благоустройства территории, будем ставить задачи по реставрации ограды и ворот, восстановлению кованых решеток, которые были утрачены за советский период. Теперь, когда судьба дома Витовых решена, еще актуальнее встает вопрос о реконструкции соседнего здания. В нем сейчас находится управление Роспотребнадзора. В 2012 году был создан проект реставрации. В 2013 году документы прошли историко-культурную экспертизу. В ближайшее время придет ответ из Москвы. Выделят ве средства на ремонт фасада в 2014 году.